В последние дни в СМИ активно обсуждаются различные события, связанные с российскими знаменитостями, и так у нас сегодня очередные скандалы, конфликты и страшные потери в мире шоу-бизнеса, приятного просмотра. Пять лет назад Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт, с тех пор музыкальный исполнитель так и не восстановился. А эстрадный певец Лев Лещенко подтвердил, что здоровье его давнего друга, действительно оставляет желать лучшего. Обоих связывает давняя дружба. Льву Валерьяновичу известно, как не просто приходятся коллеги. Когда-то исполнитель хита «Синий туман» даже не смог выйти на сцену, чтобы поздравить его с 80-летием. «Мой любимый человек и композитор. С ним мы прошли по разным маршрутам жизни», признался Лещенко, добавив, что друг в настоящее время болен. После микроинсульта Добрынин прекратил радовать зрителей своим исполнением и перестал выходить на публику. Сам признавался журналистам, что с грустью вспоминает те времена, когда был еще довольно бодрым, ходил и распевал на сцене песни. Теперь же жизнь не может предложить ему ничего, кроме болезни, не самого лучшего настроения и далекого от идеального самочувствия. Даже произношение слов для артиста требует определенных усилий. Далее. Артистка Яна Троянова, ранее сравнившая Россию с изнасилованной бабой, привлекла к себе внимание российских советников безопасности, ныне ее проверкой заняты сотрудники ФСБ и Росинфомониторинга. Причина заключается в резких высказываниях в отношении РФ и россиян. Напомним, после громкого и скандального интервью Троянова привлекла к себе внимание департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния подотчетного Министерства юстиции. Те связались с ФСБ, теперь актрисе придется ждать в будущем детальных проверок. Источник утверждает журналистам, что в отношении актрисы могут возбудить уголовное дело. Напомним, звезда ТНТ заявила в ходе одного из интервью для украинских медиа, что российский народ массово спивается, а среднестатистический российский мужчина, алкоголик, пожимающий руку тем, кто харасит женщин. Скандальные слова Трояновой не прошли мимо ряда представителей российской общественности, та требует завести на актрису дело и признать ее иностранным агентом. Далее. Автор и исполнитель песен «Певец Шаман» сегодня является одним из самых популярных отечественных артистов. Поклонники ценят его и за творческие способности, и за патриотическую позицию. Кроме того, звезда пользуется огромной поддержкой у более именитых коллег. Однако народный артист РСФСР Лев Лещенко не относится к их числу. Своеобразным признанием Ярослава Дронова со стороны звезд российской эстрады стал клип на песню «Встанем», которым снялись Александр Маршал, Николай Басков, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев и другие. Лев Лещенко тоже придерживается патриотических взглядов. В свое время он приветствовал возвращение Крыма в состав России, а также поддержал решение президента о начале СВО. Однако к шаману Мэтр остался равнодушен. Более того, исполнитель хита «Команда молодости нашей» высказал сомнения относительно результатов исследования в ЦИОМ, в рамках которого шаман был признан лидером российской эстрады. Когда у него появится избранная не одна-две-три песни, а пяток десяток альбомов, тогда мы и сможем сказать, что он номер один, отрезал мэтр. У многих поклонников Ярослава Дронова резонно возник вопрос, за что Лев Лещенко не взлюбил молодого коллегу. Ответ дал сам исполнитель в интервью Давиду Винеру. Он эксплуатирует так усиленно эту тему. «Я считаю, что очень осторожно с этим надо обращаться, с таким материалом», — заявил Лев Лещенко, влепив певцу смачную оплеуху, за, возможно, чрезмерную эксплуатацию темы патриотизма. Далее. Знаменитая юмористка Екатерина Варнава долгое время была на пике популярности. Ее звали в крупные проекты, давали серьезные рекламные контракты, и она была на регулярной основе занята в театрах, где исполняла главные роли. Такая профессиональная востребованность сделала из нее одну из ведущих российских звезд. Однако все очень быстро изменилось после февраля 2022 года. Тогда артистка вместе с некоторыми другими знаменитостями выступила против СВО. В одном ряду с ней оказались Иван Ургант и Кристина Асмус, которые теперь хранят строгое молчание на тему политики. Аналогичным образом поступила и Екатерина Варнава, она не высказывалась о происходящем до текущего момента. Недавно стало известно, что звезда лишилась работы в российском сериале. Ее вырезали оттуда незадолго до премьеры картины артистки, нет даже в списке актеров, хотя участие в съемках она принимала. Поговаривают, что это произошло из-за ее заявления об украинском конфликте в соцсетях, которое она позже удалила. После этой новости Варнава прервала молчание и высказалась о своих увольнениях отовсюду после критики СВО. На подкасте Сергея Мезенцева ведущий спросил, чем сейчас занимается юмористка, ведь ничего о ее занятости в медийном пространстве не говорят. В ответ она подтвердила, что работы на данный момент у нее нет. Блогер, в свою очередь, попросил научить его тоже жить без работы. «Я думаю, что тебе не понравится этот опыт. В первый раз в моей жизни так вышло, что я вынуждена ничем не занимаюсь. Но при этом я открываю в себе какие-то новые грани. Вот со своей подругой мы месяц, упорно писали детективный сериал, призналась знаменитость. При этом Екатерина Варнава рассказала, что по итогу и эту работу ни один режиссер не согласился снимать. О личной жизни артистки ходят разные слухи. Поговаривают, что сейчас она находится в ожидании малыша. Сама знаменитость эти новости не подтверждала, хотя на подкасте у Мезенцева она появилась с большим обручальным кольцом на пальце. Далее. Народная артистка России Анна Нетребко покинула родную страну задолго, до начала специальной военной операции, что, впрочем, не помешало западным чиновникам от культуры наложить на нее персональные санкции. Конечно, оперную диву не стали включать в формальные списки, но работы она все равно лишилась. Анна Нетребко до СВО спокойно выступала и в России, и в США, и в европейских странах. Безусловно, как одна из самых талантливых оперных исполнительниц, она пользовалась популярностью по всему миру. Однако политическая конъюнктура коснулась даже ее. После массовых отмен заграничных концертов, певица начала демонстративно открещиваться от России. В итоге и на родине отказались от выступлений артистки. Со временем скандалы по утихле и европейские чиновники сменили гнев на милость. Анну Нетребко начали вновь приглашать на европейскую сцену, что очень не понравилось жителям Незалежной. Так, между всемирно известной оперной дивой и неизвестной никому украинкой вспыхнул конфликт в социальных сетях. Звезда, к слову, очень филигранно поставила на место свою собеседницу. Кажется, черная полоса в жизни певицы закончилась. Теперь она активно выступает и даже подогревает публику интересными объявлениями. На днях Анна Нетребко опубликовала фото, на котором ее заковали в наручники, подписав все словами «Тюрьма отстой». Вероятно, это анонс нового концерта. Далее. Солист группы Ногу свело. Макс Покровский известен резкими высказываниями в адрес России и СССР. По мнению писателя Платона Беседина, потерявший популярность певец чувствует себя загнанным в угол, поэтому изливает бессильную злобу. Покровский собирал средства для ВСУ, выкрикивал на выступлениях нацистский лозунг «Слава Украине» и даже называл жителей России варварами. Один из последних выпадов артиста, сравнение советских зданий в Риге со шрамами совковой эстетики. Как пояснил телеканалу 360, писатель Платон Беседин, Покровский забыл либо не знает о том, что Советский Союз дал массу направлений и путей развития для мирового искусства. Да, некоторые здания были утилитарными, однако небогатым прибалтом надо было где-то жить. Что должен был делать Советский Союз, оставить латышей, литовцев, эстонцев сирыми и убогими, живущими в разрушенных зданиях. Это было бы лучше, простите, резонно рассуждает Беседин. По мнению публициста, реакции музыканта, следствие внутренней неудовлетворенности, поскольку артист сейчас загнан в угол. Отрыв от России, не самая прибыльная жизнь за ее пределами, похоже с одной стороны, изматывают Покровского, ведь он привык столоваться сытно. С другой, порождают в нем озлобленность, дурно действующую намышление, полагает Беседин. Раньше у группы ногу свело, была популярная песня «Лилипутская любовь», напоминает писатель. Сейчас же Покровский являет миру, свою лилипутскую злобу. Толку от нее мало, а вот вреда много, резюмирует публицист. Далее. Звезде кухни Дмитрию Назарову, известному в последние месяцы не ролями, а критикой России, некоторое время назад снова удалось получить работу на родине. Артист попал на афиши музыкального спектакля в одном из учебных заведений Смоленска в качестве ведущего. Однако его возвращение все-таки не состоялось. Постановка была назначена на 25 октября, но Назарова убрали из списка участников мероприятия. Как заявил абзацу представитель детской музыкальной школы номер один в городе Смоленске, в связи с общественным резонансом запись спектакля «12 месяцев» была удалена из программы виртуального концерта. Его заменили на другой творческий номер. Напомним, что уволенные из МХТ Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева сейчас живут в Каннах, продолжая публиковать частушки сомнительного содержания в сети. В апреле этого года актер был оштрафован судом на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. За повторное нарушение ему уже будет грозить уголовное наказание. Далее. Сергей Соседов, известный музыкальный критик, выразил свою поддержку Ларисе Долиной в ее сомнениях относительно статуса легенды Юрия Шатунова. Соседов считает, что Шатунов безусловно велик, но называть его легендой пока рано. Он утверждает, что для этого потребуется не менее 30 лет. Однако у Соседова есть вопросы и к самой певице, которая приняла участие в концерте памяти Шатунова. Далее. В возрасте 82 лет ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и телевидения Валентин Голубенко, запомнившийся зрителям по ролям в фильмах «Вам и не снилось», «Гардемарины», «Вперед», «Есенин», «Киндзадза» и многих других. О смерти артиста стало известно из его карточки на портале «Кинопоиск». Голубенко умер менее чем за неделю до своего, 83-го дня рождения, 2 октября. Супруга актера в конце сентября рассказывала, что его пришлось экстренно госпитализировать из-за стремительного ухудшения самочувствия. Артист родился 8 октября 1940 года в Днепропетровске. В 1961 он стал выпускником Харьковского театрального института, а в 1968 участником труппы Центрального театра Советской армии. В 2002 году он получил звание заслуженного артиста России. В его фильмографии свыше 80 ролей, а всего на его счету более сотни разных проектов. Далее. 22 октября ушла из жизни советская и российская актриса Нина Медведская. Нина Яковлевна Кашляева родилась 15 июня 1938 года в Новосибирске в многодетной семье. В 1959 окончила Саранское музыкальное училище имени Кирюкова, под Саранск ее родители решили перебраться после начала войны. Так Кашляева оказалась в Мордовии. Участвовала в школьной самодеятельности, хорошо пела. В училище была звездой курса. Отучившись, немедленно была зачислена в хорму с театра. Там встретила будущего мужа, актера Вадима Медведского. Брак артистов длился полвека. В театре Нина Яковлевна сыграла Адель в «Летучей мыши», главные женские роли в «Поцелуи Чиниты» и Доротеи, десятки других. Далее. 48-летняя Ирина Консенциуш, продюсер, принимавшая участие в создании, в частности второй части «Елок», была найдена мертвой в Москве. Ирина перестала отвечать на звонки 25 октября. В итоге вчера вечером в квартиру, где жила продюсер, приехала ее 71-летняя мать. Она открыла дверь своим ключом, зашла и в одной из комнат обнаружила труп дочери. О чем немедленно сообщила в полицию. В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины, рассказал источник агентства, добавив, что причину смерти предстоит определить экспертом. По словам матери Консенциуш, ее дочь не жаловалась на здоровье и не имела хронических заболеваний. Ирина Консенциуш родилась 18 июля 1975 года. Занималась производством кинофильмов и телевизионных программ. Помимо сиквела «Елок», в ее фильмографии, например, комедия «Чемодан с Розой Хайрулиной» и Еленой Лядовой. Далее. 24 октября ушла из жизни актриса театра, кино и ТВ Барбара Стислович. Ее работы были хорошо известны нашему зрителю. Стислович, дебютировавшая на экранах в 60-х годах, сыграла агента гестапо Регину в «Детективе преступник», оставляет след, лента шла в советском прокате, в проектах «Бумеранг», «Четыре танкиста и собака», «Высокий полет», других. Барбара Стислович родилась в 1936 году во Львове. За сценическую карьеру, с момента дебюта в 1958 служила в театрах в Гожуве, Кракове и Вроцлаве. Получила несколько национальных наград. Делитесь этим видео с друзьями.